Привет, меня зовут Настя и вы попали в мой влог стадии ЗМИ. До сессии осталось буквально несколько дней и мне осталось сделать всего пару заданий. Из них одно вообще не обязательно, но я хочу его сегодня тоже выполнить. Для конспекта мне нужна книга, которой нет в свободном доступе в интернете, поэтому я сейчас иду в публичную библиотеку и немного покажу ее вам. Итак, перед вами публичная библиотека города Ростова-на-Дону. Внешне она выглядит очень монументально и внутри она мне очень нравится. В ней много зелени, воды, места для отдыха. Всего три этажа с разными отделами книг и на третьем этаже есть что-то типа каворкинга, куда можно приходить со своим ноутбуком или книгой и просто заниматься своими делами. Я так делала во время окон. Как это ни печально, но в публичной библиотеке книги нет, поэтому мы идем в библиотеку ЮФУ. Если ее там нет, то пишу преподавателю и не делаю конспект. Хорошо, что эти библиотеки прям совсем рядом, буквально напротив, поэтому вот в такую красоту сейчас еще сходим. Здесь, кстати, все время фоткаются на свадьбах. Здесь, конечно, попроще, но для меня было обиднее другое, что спустя два часа поисков я осталась без книги. Мини-распаковка. Для сессии я купила себе вот такие ручки. Что-то не фокусируется. Берлинга. Мне очень нравится, пишет тоненько, хорошо, но у меня почему-то очень быстро заканчиваются, поэтому я взяла сразу три штуки. Взяла вот такие вот флажки-закладки, потому что я купила себе всего лишь одну тетрадь на кольцах со сменным блоком. Еще не распаковывала, потому что хочу все предметы писать в одной тетради и просто поделить вот такими вот флажочками, где у меня какой предмет. И сразу взяла сменные блоки, потому что у меня еще одна тетрадка есть. Я ее давно покупала, и там уже листы заканчиваются, и я хочу добавить туда вот такие вот цены. Брала все в офис-классе. У меня, кстати, нет карточки, и поэтому я все брала по вот этим ценникам, а не вот этим. Нужно себе уже как-то оформить эту карту, чтобы экономить. Из обязательных задач у меня оставалось оформить еще один конспект, который я уже написала заранее в заметках. Оставалось только перенести его в форму презентации. Этим я занялась в первую очередь. Итого у меня получилось шесть конспектов вот таких вот. Все их мы будем сдавать через старосту, чтобы никто не копипастил. Поэтому я себе их скинула уже в избранное ВКонтакте. И когда староста скажет, чтобы мы скидывали презентацию, то я ей просто перешлю вот это сообщение. Шесть конспектов я сделала, и седьмой книгу не нашла. Преподаватель так и не ответил. После конспектов я села писать введение и заключение к проекту групповому профимизму, который мы делали вместе с девочками. С этой задачей я быстро справилась. И теперь мне осталось выполнить одно необязательное задание, которое я все равно хочу сделать, потому что я делаю это даже больше для себя, потому что учусь на филфаке, и литература мне нравится. Вот русский язык не очень, а на него я потратила уже много времени, а литература реально нравится, я кайфую, поэтому сейчас буду делать анализы произведений, и как раз-таки они пригодятся мне для съемки роликов на этот канал, потому что в основном я снимаю здесь разборы литературных произведений. Вот так вот. Весь Пушкин у меня прочитан, проанализирован. Единственное, что не снят ролик на Руслана и Людмилу, но я это исправлю завтра. Вот. А вот Лермонтов у меня весь прочитан, но нет ни одного анализа, а я хочу начать тоже снимать, кстати говоря, начать снимать обзоры. Как я делаю анализы произведений, я уже снимала по этому поводу ролик, если кому-то интересно, оставлю ссылочку в описании. Ну а на этом у меня сегодня все, ролик получился небольшой, но я надеюсь, кому-то понравится. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok